Шотландия Их проклятие в адрес будущих поколений, их страдания эхом проносятся через века. Эти измученные души стали призраками замков Шотландии. Вам доводилось сталкиваться с призраком, неким подобием тени, едва уловимой боковым зрением? В силуэт их почти неразличим и немедленно исчезает, стоит вам обернуться. На моей родине, Шотландии, я не раз испытывал необъяснимое чувство, что я не один. Что кто-то или что-то наблюдает за мной, что меня посетило привидение. Но для Шотландии это дело обычное. Прошлая страны настолько же богата и драматична, как и ее природа. Величественные горы, темные неприветливые лощины до сих пор оглашаются эхом боевых кличей давно минувших дней. Наряду с воинственными традициями, в Шотландии неискоренима вера в сверхъестественные силы. Говорят, некоторые шотландцы обладают даром предсказывать будущее, так называемым ясновидением. В каждом клане был свой пророк, способный предвидеть события. Однако ясновидение зачастую было скорее проклятием, чем даром, потому что пророчества обычно сводились к смерти и бедствиям. Как правило, очаги паранормальных явлений наблюдаются в одних и тех же местах. Это может быть лес, тихое озеро, святая земля или дом, где случилось что-то страшное. По всей Шотландии современный человек натыкается на неспокойное прошлое в виде необычных изображений и знаков. Тревожная история Шотландии насыщает наше время самыми разными фантомами. В этом смысле старинные замки – самая благодатная почва, ведь именно в них обитает большинство привидений. Каждый камень хранит память о былых сражениях. В этих твердынях надолго застряли непрекаянные души жертв. Шотландские замки были ареной множества кровавых битв за сохранение независимости от англичан. На западном побережье Шотландии, в графстве Аргайл, есть крепость со своим призраком. Это замок Дантрун. Он стоит на крутом обрыве, возвышаясь над проливом Саунд-Оф-Джура. Построенный более восьми веков назад с целью защиты окрестностей от набегов со стороны моря, Дантрун является старейшим жилым замком в Шотландии. По сей день Дантрун ассоциируется с подвигом одинокого волынщика, который из преданности своему клану пошел на страшную смерть. Здесь часто раздается таинственная музыка, надрывная мелодия, которую ветер несет над туманными водами. Звуки шотландской волынки слышатся уже многие годы, воскрешая воспоминания о горьком прошлом замка Дантрун. В замке происходят и другие паранормальные явления. Мебель двигается сама по себе, посуда бьется о стены, останавливаются часы. А под плитами замка было обнаружено странное захоронение. С 1972 года замок находится во владении семьи Малькольмов, и нынешний его хозяин Робин Малькольм Полтелла. Говорят, будто дух волынщика из Дантруна все еще бродит вокруг замка. А как вы думаете, Робин, он еще здесь? Конечно, мы в это верим. Нам с супругой всю дорогу кажется, что мы не одни, и собаки порой дают нам знать. Все время что-то происходит. Правда? Четыреста лет назад через эту гостиную попадали к главному входу в замок. Каждый, кто приходил, должен был через нее пройти. Однажды вечером пес Малькольмов повел себя странно, как будто что-то увидел или услышал. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Жаль, что я не увидел и не почувствовал то же, что и он. Но надеюсь, что когда-нибудь и мне повезет. Чтобы понять, что же происходит в Дантруне, нам следует обратиться к его кровавому прошенному. Дантрун принадлежал к могущественному клану Кэмпбеллов. В течение 16-го столетия шотландские кланы прочно заседали на своих землях, совершенно обособленные друг от друга. В те времена, в результате разыгравшейся гражданской войны в Британии, Шотландия была раздроблена. Кэмпбеллы выступали за парламент, а другие, к примеру, их враги Макдональды, поддерживали короля Карла I. Прознав о том, что большинство Кэмпбеллов отбыли из Дантруна, вождь клана Макдональдов Калкито воспользовался ситуацией и напал на замок. Как только Макдональды захватили Дантрун, Калкито уплыл, чтобы продолжить поход. Для охраны замка он оставил небольшой гарнизон и своего верного волынщика. В шотландских кланах волынщики играли немаловажную роль. Хорошо образованные и опытные они высоко ценились в окружении вождя. В сражениях волынщик шел впереди, своей игрой воодушевляя людей и являясь образцом преданности. Клан Кэмпбеллов во что бы то ни стало решил отвоевать замок у Макдональдов. В отсутствие Калкито они предприняли контратаку. Задашкла! 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 В итоге Кэмпбеллы отбили Дантрун. Все Макдональды были преданы мечу. За исключением одного. Волынщика. Смотрите далее. История одного волынщика. Чудесное спасение хозяина и гибель слуги. Кто она? Дама в зеленом. Я думаю, вы мне не поверите. Видите ли, я смотрела в зеркало. Заперты в замке и окруженный врагами волынщик знал, что его господин вернется в Дантрун. В любой момент вдалеке мог появиться корабль Калкито и возвестить о прибытии Макдональдов в замок, что для них означало бы верную смерть. На рассвете волынщик приковал взгляд к горизонту, высматривая корабль своего господина, обдумывая, как его предупредить. Наконец в море показалось пятно, и волынщик рассмотрел корабль Макдональдов. Чтобы предупредить хозяина, он мог предпринять лишь одно – заиграть на волынке. С берега до Калкито доносились слабые звуки волынки. Ему показалось, что он слышит знакомую мелодию, которой волынщик приветствует его. Но когда Калкито подошел ближе, музыка вдруг изменилась. И он осознал, что на самом деле это было предупреждение, гласящее «Тревога! Разворачивайся!» «Все! Поворачивай!» Калкито развернул корабль, и Макдональды успешно избежали опасности. Но для волынщика все было кончено. Кэмпбеллы поняли, что это было за послание. И за проступком последовала соответствующая кара. Волынщик умер от потери крови. Те, кто воспринимал эту историю как романтический миф, неожиданно наткнулись на жуткое свидетельство. Примерно в 1880 году под этими плитами была сделана страшная находка. Шли ремонтные работы по замене плит. Как вдруг один из рабочих в ужасе отпрянул. «Эй, Джон, глянь на это!» «Не иду!» Он подозвал своего товарища. Из неглубокой могилы на них смотрел человеческий череп. Затем рабочие обнажили весь скелет. И стало совершенно очевидно, что у скелета нет рук. И рабочие, и хозяин замка застыли в удивлении. Никто не сомневался, что перед ними останки призрака, обитающего в замке. Волынщика из Донтруна. В твои руки, Господи милосердный, передаем мы душу нашего усопшего брата. Хозяин замка попросил епископа похоронить останки по-христиански, чтобы непрекаянный призрак успокоился и покинул Донтрун. Благодать Господа нашего Иисуса Христа! Епископ совершил обряд погребения. И общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Но, несмотря на это, похоже, душа волынщика по замку блуждать не перестала. Значит, душа волынщика на самом деле не успокоилась? Мы полагаем, нет. У меня хранится письмо моего отца-другу, в котором сказано. То, что здесь происходило, не поддается логическому объяснению. Вопреки странным явлениям, двигающимся и бьющимся предметам, семейству Малкольмов удалось свыкнуться с присутствием призрака. Но почему волынщик никак не покинет Донтрун? Предполагают, причина кроется в обстоятельствах его погребения. Волынщик принадлежал Макдональдам и, скорее всего, был католиком, а захоронили его по обычаям англиканским. Малькольмы считают, что, по большому счету, его душа так и не обрела покоя. Лишь одинокий камень стоит на месте, где, как утверждают, были похоронены его останки. Это место называют могилой волынщика. Никто не знает его имени, но благодаря своему отважному поступку он остался в людской памяти, как волынщик Донтруна. Считается, что сверхъестественные феномены меняют атмосферное давление и вызывают волнение в магнитных полях Земли. А животные с их обостренными чувствами способны уловить и среагировать на появление призрака. В отличие от человека, который зачастую не чувствует ничего, кроме тревоги. Потерянная душа, которую уловил пёс. Призрачные звуки волынки. Вероятно, это и был волынщик, вернувшийся на свой пост, чтобы выдувать свой одинокий мотив. Смотрите далее. Зловещее наследие замка Фивии. Мне уже не кажется, что эти вещи – повод для смеха. Надпись из прошлого. Проклятие тайной комнаты. И кто знает, куда он ведёт? С ещё одним шотландским замком связаны целых три жутких поверья. На востоке страны, в районе Грампиан, к северу от Абердино, стоит замок Фивии. Его величественный фасад с пятью роскошными башнями не уступает французскому шато. Каждая из башен – памятник богатым семьям, которые владели замком. Старейшая из них была возведена примерно в 1400 году. До этого здесь было королевское охотничье угодье. Именно здесь король Роберт Брюс вершил правосудие. Но за благородным фасадом замка кроется зловещее наследие. Случаются сами камни, становятся средоточием потусторонних сил, позволяя прошлому влиять на сегодняшний день. И замок Фивии – яркий тому пример. Вокруг Фивии ходят странные, таинственные истории. С этим неспокойным замком связаны целых три разных предания. Потайная комната, войдя в которую можно потерять зрение, а то и жизнь. Жестокое проклятие, наложенное на замок много веков назад, не утратившее силу и по сей день. Призрак жены, которую предали. Дамы в зеленом, разгуливающие по длинным коридорам Фивии. Происходящие в замке паранормальные явления настолько очевидны, что даже скептик не в силах их отрицать. Майор Джон Пейден – хранитель музея оружия в замке Фивии. Три года назад он испытал то, что в корне изменило его отношение к сверхъестественному. Вы, наверное, посмеиваетесь над людьми, которые верят, что Фивии – это сплошные привидения, духи и проклятия. Отнюдь. Было время, когда я… Майор сказал, что, как человек военный, он всегда с большим цинизмом относился к привидениям, но два случая в замке Фивии заставили его призадуматься. Мне уже не кажется, что эти вещи – повод для смеха. Однажды, дождливым январским днем, майор шел в гостиную и посторонился, уступая кому-то путь. Но когда он оглянулся, рядом никого не было. Только стойкий аромат розы наполнял помещение. Майор пустился в поиски разумного объяснения. Когда он расспросил обслуживающий персонал, выяснилось, что никакими чистящими средствами, либо освежителями воздуха с запахом розы в замке не пользуются. А в момент произошедшего с ним в этой башне не было никого, кроме него. Месяц спустя случилось кое-что еще. Майору пришлось приводить в чувство не на шутку напуганную туристку. Посетитель, я смотрела в зеркало. Посетительница поведала майору, что рассматривала интерьер спальни, и вдруг в зеркале увидела то, что до смерти ее напугало. В мерцающей зеленой дымке появилась женская фигура в длинном вечернем платье с нитями женщины на шее. А затем, мгновенно, она исчезла. Посетительница пребывала в ужасе. Она думала, что ей никто не поверит. Но майор убедил ее в обратном. Он верил. Верите? Верю. А кто бы это мог быть? Та женщина, с которой вы столкнулись? Я просто уверен, что это был призрак Фивия. Дамы в зеленом. Полагают, что дамы в зеленом – это фантом леди Лиллес Драмат. В начале 17 века замок находился во владении Александра Сетана, лорда Фивии. Он много лет прожил со своей супругой, леди Лиллес. Но брак этот Сетана не устраивал. Он был человеком властным и весьма честолюбивым. У него было пять дочерей, но не было сына, наследника, о котором он так мечтал. Неподалеку проживали родственники леди Лиллес, среди которых была юная девушка Гризель. Сетан и Лиллес знали ее с младенчества, но вот она выросла и превратилась в юную, цветущую молодую женщину. Сетан воспылал к ней страстью. Неожиданным образом леди Лиллес заболела, и вскоре она скончалась. По замку поползли слухи о том, как умерла леди Лиллес. Люди шепкались от тесной комнатушки наверху в одной из башен. Да что вы! Это все лорд Сетан. Сетан? Говорили, будто Сетан запер там свою жену. Любого, кто пытался ее освободить, выбрасывали из окна. В одиночестве полубезумная Лиллес умерла от голода. Всего через две недели после подозрительной кончины супруги Сетан женился на юной Гризель. И поскольку он занимал высокое положение в шотландской иерархии, вопросов ему никто не задавал. Однако леди Лиллес вернулась, чтобы отомстить новоиспеченным жениху и невесте. В первую брачную ночь Сетан и его новая жена услышали, как за окном кто-то тяжело стонет. Сетан бросился успокаивать Гризель. Говорил ей, что это всего лишь завывание ветра. Он открыл окно и выглянул наружу, но стояла ночь, и во тьме он ничего не смог рассмотреть. Сетан убедил свою молодую жену, что беспокоиться не о чем. Спи, не беспокойся. Но звуки, доносящиеся из-за окна, усиливались и все более походили на человеческие, напоминая стенания страдающей женщины. На рассвете Гризель с опаской подошла к окну. И увидела, что на подоконнике что-то нацарапано. Снаружи буквами высотой чуть более пяти сантиметров было написано «Леди Лилия Сдрамонт». Эта надпись сохранилась по сей день. Леди Лилия свернулась из мира теней, чтобы отомстить за себя. Появление дамы в зеленом может напугать кого угодно. Но этот призрак безвреден. А вот другой источник потусторонней энергии замка намного опаснее. И загадка эта связана с потайной комнатой и древним смертельным проклятием. Кристофер Хартли, помощник Куратора Национальной Организации по охране памятников. Он возглавлял реставрационные работы в Фиве. Пожалуй, все в Фиве уверены, что где-то в замке есть потайная комната. Но так ли это? Действительно, она осуществует... Фиве довольно оживленное место. Вокруг замка ходят легенды о привидениях. Да, действительно, приехав сюда, мы обнаружили необъяснимое пространство под этим помещением. Залом Хартли. Да и в самом зале имеются встроенные в стены шкафы, которые открываются вот так. А за обшивкой... Мы обнаружили... Боже, правда. ...замурованный ход за этой дверью. И кто знает, куда он ведет? Возможно, вниз, к лестнице. Инспектор хотел, чтобы запечатанную комнату вскрыли, но мы его отговорили. Ведь того, кто смелится туда войти, ждет самое страшное из проклятий. Дважды за историю Фиви проклятие потайной комнаты сбывалось. Суть его предельно ясна. Смерть лорду замка или слепота его жене, если кто-то из них нарушит запрет. В 1816 году генерал Уильям Гордон, лорд Фиви, задался целью отыскать потайную комнату. Но попасть в комнату было не так-то легко. Вскоре после этой попытки генерал скончался. С того момента на его жену, бывшую замковую прислугу, обрушилась слепота, в которой она пребывала до самой смерти. Смотрите далее. Легенда о плачущих камнях. Миф или реальность? Я посвятил плачущему камню довольно много времени. Что связывает замок Гламис и Шекспира? Миф или реальность? Спустя короткое время у его жены заболели глаза, и эта боль мучила ее до последнего дня. Сверхъестественные явления в замке Фиви этим не ограничиваются. Существует еще и проклятие плачущих камней. Как зловещее предзнаменование, оно нависает над замком и ощущается по сей день. Миф о проклятии древней, как и сам замок. Более пяти веков назад жил пророк по прозвищу Тамус Рифмоплет. Он славился своими мрачными предсказаниями. Он был человеком сварливым и весьма обидчивым. Однажды Тамус изъявил желание нанести визит в замок Фиви. В ожидании его прибытия и в знак приветствия в замке открыли главные ворота и все время держали их открытыми. Шли годы. Тамус не появлялся, но ворота оставались незапертыми. Через семь лет и один день Тамус наконец объявился у стен замка. Но когда он подходил, поднялся ветер, и ворота захлопнулись у него перед носом. Тамус воспринял случившееся как личное оскорбление и в гневе наложил проклятие на замок и все его земли. Проклятие говорилось о трех камнях, изъятых из столбов на границах владений замка. И пока не найдутся все три камня, на Фиви будет лежать печать проклятия. Проклятие плачущих камней гласило, что старшие сыновья в семьях, которые будут жить в Фиви, никогда не унаследуют замок. Один из камней был найден, и его берегут как зенит сока. Два других камня пропали без следа, и печать проклятия по-прежнему лежит на Фиви. Для владельцев замка проклятие плачущих камней оказалось реальностью, ведь уже много поколений Фиви доставался младшим сыновьям или дочерям, а иногда даже дальним родственникам. В то время как исконные наследники погибали на войне или от болезней. Проклятие настолько сильное, что от единственного из плачущих камней, который был найден, до сих пор веет злом. Кристофер Хартли ощутил на себе его влияние, когда работал над консервацией этого экспоната. Вскоре он пожалел, что вообще взял его в руки. В ходе работ, которые мы вели в замке, я посвятил плачущему камню довольно много времени. Изучал его, готовил к экспозиции. И что странно, каждый раз после того, как я имел с ним дело, со мной происходили несчастья. Подержав его в руках впервые, я вывихнул лодыжку. То же самое случилось с инспектором, который присутствовал при моей работе. Во второй раз я сильно потянул связки коленом. А в третьей, когда устанавливал камень в экспозиционную витрину, меня среди ночи увезли в больницу с камнями в почках. Больше мне не хочется приближаться к этому камню и даже смотреть на него. По возможности я держусь от него подальше. Плачущий камень также обладает удивительными и необъяснимыми физическими свойствами. Его хранят в сухих условиях, в деревянной чаше, но странным образом камень намокает. В чаше скапливается влага. Легенда о плачущих камнях – таинственный миф, с которым не могут не считаться целые поколения владельцев Фиви. Жуткая история замка оживает в его стенах. И пусть по коридорам Фиви сегодня ходят не придворные, а туристы, он буквально кишит призраками прошлого. Как говорит Кристофер Хартли, здесь много посетителей и не только людей. Есть в Шотландии роскошный замок, связанный не только с королями, но и с призраками. Средь буйной зелени ангуса, в сердце древних священных земель, стоит замок Гламис. Это, без сомнения, самый таинственный замок в стране. Шекспир выбрал Гламис местом действия своей трагедии Макбет. Именно здесь Макбет насмерть заколол короля Дункана. Гламис зарезал сон, и впредь отныне Макбет не будет спать. Но история настоящих лордов Гламиса, семьи Лайонов, не менее чудовищна и драматична, чем шекспировская трагедия. Изначально Гламис был охотничьим домом шотландских королей. В 1372 он был пожалован Лайаном королем Робертом II. В этом замке провела детство Ее Величество Елизавета, королева-мать. В мягком свете дня эта постройка с Ее башнями, укреплениями и шпилями излучает спокойствие, величие, могущество и даже волшебство. Но с наступлением ночи сказочный образ уступает место чему-то более мрачному. Призраков в Гламисе множество, и все они легендарные. Фантомы были замечены здесь еще сотни лет назад. А одному из лордов Гламиса, говорят, явился сам властитель тьмы. Странная атмосфера царит в замковой часовне. Ощущение неповисшей, но непреодолимой печали. И стук. Непонятный глухой стук. Постепенно воздух образует ауру вокруг неземной серой дамы. Она становится на колени перед алтарем и произносит молитвы. По крайней мере, у владельцев Гламиса она тревоги не вызывает. Только грусть. Они отлично знают, кто она и в чем причина ее скитания. Это одна из самых трагических жертв Шотландии. Леди Джанетт, обвиненная в колдовстве. Ей досталась страшная участь. Смотрите далее. Трагическая история Леди Джанетт. Как найти синюю комнату? Чем заканчиваются игры с дьяволом? Тебя же попросили! Не мешай нам играть! Четыреста лет назад близкие отношения между королевской семьей и замком Гламис возымели ужасные последствия. Шестой лорд Гламиса женился на красивой и образованной Джанетт Дуглас. У них родился сын Джон. Семья мирно жила в Гламисе, но в 1528 году лорд умер, оставив жену без какой-либо защиты. Джанетт принадлежала к клану Дугласов. Ее брат приходился отчимом королю, Якову Пятому, который ненавидел того за деспотичность. Ненависть короля переросла в одержимость. Он устроил беспощадную расправу над Дугласами. Ни в чем не повинная, Джанетт стала средоточием королевского гнева. Будучи вдовой, леди Джанетт уже не попадала под защиту брака, и король Яков конфисковал у нее замок. Леди Джанетт предъявили обвинение в колдовстве, черной магии и в изготовлении смертельных ядов с целью отравить короля. Никто не сомневался, что все эти обвинения ложные, но женщину и ее сына схватили и увезли в Одинбургский замок, где и заточили в темном, страшном подземелье. Тем временем король Яков занял гламис, устроил суд и присвоил все имущество себе. Взять леди Джанетт под стражу было делом нехитрым. Но доказать справедливость предъявленных ей обвинений было сложней. Репутация у Джанетт была безупречной, ее уважали все, кто был с ней знаком. И чтобы добыть свидетельство ее предполагаемого вероломства, король прибегнул к пыткам. С целью получить признание верных слуг и членов клана, леди Джанетт вздернули на дыбу. Ее шестнадцатилетнего сына заставили смотреть на изуверство, а потом и самого жестоко пытали. Варварская тактика подействовала. Король добился признания. Стража! Стража! Джанетт объявили ведьмой. И она и ее сын были приговорены к смерти. Пусть горят! 17 июля 1537 года ее вывели на казнь. Жечь ведьму! Жечь! Почти слепую от длительного пребывания в темном подземелье ее притащили на замковый холм в Эдинбурге, где заживо сожгли на костре. Завица небесная, Пресвятая Богородица. Зеваки застыли в молчании. В воспоминаниях одного из очевидцев описаны ее страдания. Толпа сочувствовала этой еще молодой женщине редкой красоты, ее страданиям, которые она сносила со стойкостью присущей мужчине. В ее невиновности никто не сомневался. Очевидец пишет, люди верили, что истинной причиной ее казни было не колдовство, а ненависть, которую король питал к ее братьям. Сыну Джанет повезло больше. Смертный приговор был отсрочен до дня его совершеннолетия. Но король Яков умер раньше, чем этот день настал. Говорят, перед смертью король сожалел о своем злодеянии. Это было черным пятном на его правление. Ведь, в общем-то, за свои хорошие дела он прослыл королем бедняков. После восшествия на трон его малолетней дочери Марии, королевы Шотландии, титул, земли и разграбленный замок Гламис были возвращены юному лорду Джону. После сожжения Джанет в замке стала появляться серая дама. И хотя она умерла в Эдинбурге, ее душа вернулась сюда, в родной дом. В Гламисе часто можно услышать глухой стук, признак ее присутствия. Это стук молотков рабочих, что строили эшафот, на котором леди Джанет была предана смерти. Призраки не всегда преследуют живых. Некоторые, как серая дама, обитают в каком-то одном месте, не обращая внимания на окружающий мир. Словно записанные на пленку, ее воспоминания, ограниченные стенами замка, возникают снова и снова. Другие фантомы, так называемые призраки совести, напротив, идут на контакт с живыми, чтобы помочь им избежать этой страшной судьбы. Они нуждаются в контакте. А вот еще один пример, связанный с потусторонними явлениями в Гламисе. Поздней ночью в замке слышны странные звуки. Голоса спорящих мужчин, стук игральных костей, появление призрака громадного мужчины с длинной струящейся бородой. В этой связи часто фигурируют покои известных сената. В документе от 1870 года упомянуто одно происшествие. Однажды в замке гостилась жена архиепископа. Ей отвели синюю комнату. Женщина проснулась с чувством, будто что-то коснулось ее лица. Но в комнате никого не было. Вдруг над ней нависло нечто. Фигура с длинной струящейся бородой и лицом мертвеца. Был еще случай. Поздно вечером хозяева замка услышали голоса мужчин, которые ругались и сквернословили из звуки бросаемых костей. Похоже, что шум доносился из этого замурованного помещения в замковой крипте. Есть ли связь между странными звуками и призраком в синей комнате? В 1454 году Патрик, первый лорд Гламеса, принял в замке подозрительного посетителя. Лорд Гламеса слыл за взятым игроком и часто перекидывался в карты с графом Бородачом из Кроуфорда, прозванным так из-за его длинной густой бороды. Однажды, субботним вечером, они засиделись за игрой. Тут вошел слуга и объявил время. Наступало воскресенье, а в день господень играть запрещено. Время на исходе. Ступай прочь! Не мешай! Не видишь, мы играем! Мужчины не послушали слугу. За пять минут до полуночи слуга вошел снова и указал на... Милорды, не хочу вам напомнить. Тебя же попросили! Не мешай нам играть! Мужчины продолжили игру. Когда наступила полночь, отворилась дверь. Вошел загадочный незнакомец. Он захотел поучаствовать в игре. Незнакомец сел и выложил на стол горсть сверкающих рубинов. Троица принялась играть. А это еще что? Ты кого обвиняешь? Вскоре лорд Гламеса, граф Бородач, завели жаркий спор. Я говорю, что ты мошенничаешь! Ты? Ты что, что ты мошенничаешь? Незнакомец наблюдал со стороны. Я мошенничаешь! Я говорю, что ты мошенничаешь! Ты мошенничаешь! Ты мошенничаешь! Звуки, доносящиеся из комнаты, стали громче. Слуги хотелось войти и посмотреть, что там происходит, но как только он подошел к двери, тут же в ужасе отпрянул. Двое картежников были объяты плавниками. В ту ночь в замке узнали, что их посетил принц тьмы Люцифер. За то, что эти двое картежничали в воскресенье, дьявол заставил их играть до судного дня. Майкл Фергюс Боуз Лайен, восемнадцатый граф Стратмара и Кингхорна, живет в Гламесе с женой и детьми. История о лорде Гламеса, графе Бородачей и их третьем партнере просто фантастическое. Но где же находится комната, в которой они играли? Полагаю, вход в нее замуровали мои предки. Мы называем ее тайной комнатой. Я не знаю, где она находится. Возможно, она здесь. Комнату замуровали, и шум стал менее слышимым. Может быть, призрак бородатого покойника и есть тот самый граф, обреченный на печальную участь живого мертвеца. Сколько же еще призраков прошлого задержалось в старинных шотландских замках на границе нашего существования. Даже здесь, в моем собственном доме, я не один. Этот дом был построен на месте древнего монастыря. Мне является призрак Банаха. Он расхаживает по дому и поддерживает огонь в камине. Почему он никак не уходит, я не знаю. По крайней мере, это кроткое и полезное привидение. Я не против. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok